Вопросы веры Сегодня у нас в гостях протеерей Серафим Лоскутов, настоятель храма во имя Николая Чудотворца в городе Кузнецке. 21 апреля батюшка отмечает 30-летие со дня своей священнической хератонии. Отец Серафим, расскажите немножко о Вашем детстве. Вы родились в Ярославской области, потом переехали в город Кузнецк. Какие самые яркие воспоминания сохранились с того времени? Детство у нас было интересно, конечно, потому что мы жили на севере Ярославской области. На границе почти уже с Вологодской областью была большая снежная зима, как и в этом году шедше. У нас все детство проходило на улице, и в храме у нас храм наш стоял на кладбище. И рядом с храмом был домик, где мы росли и воспитывались в православной священнической семье. Там вот прошли наши интересные годы. Летом у нас буквально в 100 метрах протекала река, вот куда мы постоянно ходили. И купались, и помогали днем отцу по службе, а свой досуг мы заполняли вот такими подвижными играми. Помню леса, какие там прекрасные были и остались, потому что мы с братом приезжали в 2009 году, на то место, где здесь в последний раз посещали. Там очень прекрасные большие ели, росли и растут до сих пор по 30-40 метров. Там такая особенность. Ну, природа уже она суровая такая, северная. А потом вот мы переехали сюда, в Пензенскую область, после смерти моей бабушки, а матери отца. Потому что, когда она умерла, у нее осталось четверо детей несовершеннолетних, их надо было помогать поднимать, а отец остался старшим. И вот он, правда, с горестью уезжал, потому что его был хороший и приход, и люди его любили. Но нельзя было оставить отца, нельзя было оставить братьев и сестер. Поэтому вот в 70-м году мы переехали сюда, в Пензенский область, в Сурский край. А сложно ли вам приходилось в школе и среди сверстников в связи с тем, что вы были детьми священника? Ну, понимаете, город какой-то был у нас небольшой, такого не было. Вот, например, в Кузнецке, когда я приехал, здесь посложнее было учиться, потому что школы много. Говорят, а там как-то друг друга все знали и как-то, так сказать, не обращали, может быть, на это больно внимание. А здесь вот уже стало так отделяться и выделяться. Здесь приходилось быть, так сказать, и какой-то белой вороной, когда могли и пальцем показать, и даже, ну, посмеяться как-то. Потому что город тоже накладывает свои определенные отпечатки. Вот город Кузнецк, по сравнению с городом любимым, он в 10 раз был больше, и поэтому народ жил больше, народ жил разный тоже. Ведь люди по-всякому относились к вере, особенно в то время, когда у нас велась вот такая активная политика государства, борьбы с храмами, с церквями. Политика такая была. Ну, с помощью Божьим все можно было одолеть, и одолели это. Слава Богу. Ваш отец погиб, когда вы были еще совсем подростком. Кто впоследствии духовно окормлял вас и вашу семью? Да, я учился в четвертом классе, старший брат в пятом. Отец погибает в 71-м году, а в 72-м, начале 73-го, приезжает в Казанскую церковь, где обслуживал мой папа. Протерей Михаил Богачкин, этот такой священник, который прошел и видел очень много в своей жизни. Почему много? Потому что ему пришлось посидеть за веру. Он был и узником, и лагерей, и не понослышке знал, что такое борьба, что такое противостояние, что такое и 58-я статья, по которой он был осужден. В то время это была не редкость для священнослужителей, которые именно шли и окончательно были преданы Богу. И вот он воспитывал нас и младшего нашего брата, помогал и маме, она служила псаломщицей после смерти отца в Казанском храме города Кузнецкой. И вот он постоянно оказывал свою отеческую, свою, так сказать, отцовскую, и любовь, и заботу о нас. Потому что, конечно, три мальчишки и одна матерь, это непросто было нас воспитывать, потому что, кажется, и дух времени, и дух всего. Мы такие же были мальчишки, только просто из священской семьи, и поэтому все приходилось и испытывать, и видеть, и переносить. Но вот его крепкое и твердое слово доходило до нас, и поэтому, благодаря, во-первых, его молитвам и его подсказке, старший брат сразу пошел в семинар, я сначала закончил политехнический институт, там женился, завел семью, отработал в городе Кузнецке, получил жилье свое, ну, укоренился. И только потом, в 29-летнем возрасте, я приехал к покойному владыке Серафиму Тихону. И он меня часто спрашивал, когда ты созреешь, когда ты придешь. Ну, вот, значит, время наступило, в 29 лет, в 89-м году он меня рукоположил в Успенском соборе, в городе Пинос, сначала в виде икона, а потом на следующий день в священнике. Это было 21 апреля 89-го года на праздник Входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье. Ну, что-то произошло, может быть, все-таки в вашей жизни, в 29 лет именно, или вы просто всегда об этом думали, мечтали и не могли решиться, может быть, обстоятельства? Ну, как вы не скажете, да, наверное, Господь, каждый ведет своим путем-то. Ну, как я говорил, у меня оставался еще младший брат, с ним тоже надо было и присмотреть, и матери помочь. И вот, например, моя учеба здесь, так сказать, недалеко от города Кузнецка, потому что Пензен ходил в 120 километрах. И потом, ведь это сейчас у нас молодые люди заканчивают, идут куда хотят. А тогда надо было отработать три года. Вот пока отработали, пока дети немножко подросли. И потом, когда вот уже прошло немного времени, и я, так сказать, созрел до этого. В 29 лет пришел и окончательно взял на себя вот этот нелегкий пастырский крест. А ваша матушка сразу поддержала вас в решении стать священником? И она сама из верующей семьи? Матушка она была верующей. У нее очень бабушка была верующая. Она ей привела любовь к Богу, любовь к храму, к богослужению. Она все время вспоминает, когда она еще, будучи маленькая, она сама с города Беринского ходила с бабушкой в церковь. В Беринске храма-то не осталось, но там все время был молитвенный дом. И вот в этот молитвенный дом мы все время ходили и молились, и причащались. И так вот Господь нас ввел. Но вспоминается, когда мы еще учились здесь вместе, мы учились на одном курсе, то посещали Успенский собор по большим праздникам, ночные богослужения, на Пасху, на Рождество. И это все осталось в душе. Я, конечно, был инициатором. Я их собирал в такую инициативную группу трех-четырех студентов. И мы шли, и вот встречали праздник. А потом, когда уже брат стал служить, то чаще все приезжали. Так вот потихоньку, шаг за шагом, день за днем, год за годом. И все наложилось в свой отпечаток. Потом вот все это вылилось в священнослужение. Ну, у вас сейчас, матушка, четверо детей, внуки уже. Да, у меня очень интересно сложилось. Я сначала жил, так сказать, в женском царстве. У меня была Мария Александра, Маша Саша и жена Наташа. И вот в 91-м году привозят мощи Серафима Саровского в Диевеево. И мы едем туда с матушкой, молимся. У нас была большая паломническая поездка. Там целый автобус поехало, больше 40 человек. Но заранее подумали, что надо помолиться. Ну, каждому хочется, и отцу, и это иметь продолжательные роды. И мне Господь сначала дает двух сыновей, потом пять внуков, все мальчишки. И сейчас еще ждут двоих. И опять врачи говорят, что будут внуки. Ну, кого Господь пошел? Так что, видите, вот, как следуем, как говорится, пути Господни неисповедимы. Просим, иной раз. А видите, как Господь нас умудряет в своих житейских поступках. И это, ну, слава Богу, за все. Раньше, говорили, с куклами играли. Сейчас кругом машины раскиданы, пинтовки. Ну, мальчишки такие, атрибуты игры. Так вот мы и живем большой дружной семьей. А ваши младшие дети, уже теперь внуки, они проявляют какой-то интерес к храму, к духовной жизни? У меня старший сын священник, второй им только заканчивают, вот, 11 класс, но он еще помладше. Они всегда помогают, всегда, чтобы дед не попросил, чтобы он не наказал всех. Я знаю, что на них можно опереться. Они исполняют, они сделают то, что я буду просить. Ну, я думаю, Господь потихоньку и с помощью родителей, и с помощью молитвы дедушки, и дяди, и братьев приведет их. Хотелось бы, конечно, чтобы семья вот такая священничка на больше и больше разрасталась. Ну, все в руках Божьих. Будем надеяться. Что, по вашему мнению, главное воспитание? Все-таки любовь, ласка, доброта или строгость? Ой, надо все применять, мои дорогие. Сейчас видите, какое лукавое время мы живем. Ласку мы все любим. Любим, когда ласкают, нас гладят по головке. Но в наше испорченное время надо раз и подмешивать, и горку оперируть, так сказать. Если человек, особенно ребенок, начинает показывать свое «я» и «это», то надо понимать, что за это будет наказание. Во-первых, наказание от родителей. Но самое главное, что Господь Бог потом накажет за непочитание к родителям, за униважение к старшим. Недаром у нас Господь дал всего 10 заповедей, а пятую поставил посередине, написал, чтит отца свою, мать свою. И благо тебе будет в этой жизни, долго будешь жить на этой земле. Вот эту заповедь. А первым, что преподаю и объясняю, и они прекрасно ее запоминают и учат. И думаю, с помощью Божьей все это встанет на круге своего. Ребенка никогда нельзя баловать, потому что мы видим, что случается с баловными людьми. Он становится, как говорится, не только помощником, он становится таким бичом, который под старость, потому что дети тоже вырастают, нам самим становится от них горько, если мы неправильно их воспитываем. Так что помоги Господи всем воспитывать детей. Правильно. Ваша хиротония состоялась в конце 80-х годов. Это очень было непростое время, но в то же время, наверное, очень интересное. Как раз возрождалась духовная жизнь, возрождались храмы, и Вы после рукоположения послужили немало где. То есть Ваш вклад, свой вклад внесли в восстановление различных храмов в Кузнецке. Что было самым трудным и самым интересным? Вот какие воспоминания с того времени? Ну, во-первых, когда рукоположили меня, начались такие самые интересные, торжественные дни. Во-первых, мы прошли Страстную Седмицу, прошли по богослужениям, по стопам Спасителя, вступили в Пасху. Владыка, когда мне рукополагал, говорит, вот произвели 6 сороковуст, и потом поедешь в Кузнецк, там в то время начались подготовки к открытию Вознесенского собора, который очень долгое время стояло закрытым. Ну, Господь, как говорится, всегда располагает по-своему. Владыка не только Пензенскую епархию кормлял, но и Мордовию. И вот заболевает сначала один священник, потом другой. И мне пришлось поездить по мордовским селам. Это очень своеобразный народ, своеобразные села, своеобразные их обычаи. Вот сталкиваюсь с такими людьми, которые, как говорится, на своих плечах вынесли вот эти тяготы всех гонений за веру, которые не потеряли духа, духа божьего, духа бодрости. Они выставили, и вот с этими людьми я общался, и, как говорится, набирался мудрости именно у тех бабушек, которые в дни рихолетия на своих плечах все это вынесли. И домой это попало. Нет, через 40 дней уже, там уже матушка начала роптать, где же наша батюшка, дети уже тоже начинают зорничать. Я приехал только через полгода, объездив здесь многие мордовские села. Ну что ж, время такое было. Я понимаю, и владыке приходилось, и не просто. Ему приходилось окормлять очень большую территорию. А священников тогда было очень и очень мало, только начался подъем нашего православия после тысячелетия крещения Руси. И вот первые храмы, которые можно было открыть, и первые эти стали передаваться. И я приехал в Кузнецк и сначала стал четвертым священником в Кладбищенской, Казанской церкви. Потом еще через полгода меня привели в собор вознесенский, про который я говорил туда вторым священником. И так вот потихоньку, год за годом, раз за разом, присматриваясь ко всему, мы потихоньку начали свое служение, свой пастырский путь в городе Кузнецке. Вот такие были мои, так сказать, первые шаги. А в каком состоянии в то время находился Вознесенский собор? Ну, претерпел многое, как, наверное, множество наших храмов. Там что только не было, и склады, и пекарня была во время войны. В очень таком вручающем состоянии. Но кузнецкие люди, они очень богобоязненные, очень любят и свой город, и свои храмы. И они столько внесли и сделали, что вот именно своими руками, своими стараниями начали вот эту всю грязь, все это убирать, разгребать. И буквально первый же год, пусть, конечно, и в таком обветшалом, пошарканном состоянии, но собор начал служить, появились прихожане. Прихожан было очень много, хотя и храм был весь в лесах, и снаружи, и внутри. Но народу ходило очень много. Они были рады тому, что вот этот величественный собор, он был в свое время пятипрестольным, был вторым собором в городе Кузнецкое, был передан православной общине, открыт, и такой владыка очень много, так сказать, и стараний, и вниманий уделял этому собору. Он приезжал не только на богослужение, но он приезжал посмотреть, как идут дела, как идет восстановление этого собора. Вот с помощью Божьей все это было восстановлено, отремонтировано, и сейчас он является украшением города Кузнецкого. Слава Богу за все. Все-таки среди святых годников Божьих различных. Можете ли Вы отметить кого-то особенно, чья молитвенная помощь вот Вами ощущалась на протяжении вот этих строек бесконечных в то время? Ну, вообще, может быть, кого-то Вы считаете именно покровителем своей семьи, себя лично? Всегда я обращался за молитвенной помощью к своему ангелу-хранителю, преподобному Серафиму Саровскому, чьи мощи, я говорю, были перевезены и чудным образом обретены. И в то время, когда в 60-е годы назвал меня отец Серафим, некоторые не понимали, что за имя, как и что ведь. Вот в те времена, конечно, это было очень редкое имя. Сейчас очень многие мальчиков называют это именем, потому что у всех на слуху и на виду это прекрасно возродившийся комплекс целых храмов в Дивеево и мощи угодника Божия Серафима мы по несколько раз в году посещаем и молимся у раки и у мощей, и чтобы у нас, как говорится, все большие, ну, этапы в жизни или какие-то, что мы хотим сделать, какое-то важное дело, мы ездим за благословением вот именно в Дивеево туда, чтобы, это здесь же недалеко, 400 километров, чтобы у раки преподобного Серафима взять благословение и помолиться, чтобы он помогал нам в нашей жизни. Сегодня вы являетесь настоятелем храма Николая Чудотворца в городе Кузнецке. Расскажите немножко о том, чем живет ваш приход. Ну, я все время мне приходилось служить в кладбищенских храмах, в тех храмах, которые находятся на кладбище. Сначала это Казанский храм, я там прослужил 20 лет, а потом вновь открывшийся и вновь построенный Никольский храм на окраине Кузнецка, на восточном кладбище. Да, там своеобразные и службы, и своеобразная, как вы не скажете, и жизнь своя. Потому что люди приходят, в основном, с горем, когда приносят своих близких людей хоронить. А ведь они не все еще пришли к церкви, далеко не все. И вот найти слова утешения, слова поддержки, слова помощи, это вот священнику, находящемуся на служении в таком храме, это в первую очередь надо. Потому что многие не знают даже, как себя вести и в храме, и в горе. И вот начинают с ними говорить, объяснять, приглашать на службу для того, чтобы поддержать, чтобы человек не замкнулся в себе, не дай Бог, чтобы на него не напала какая тоска, чтобы эта тоска не довела его до каких-то тяжелых грехов. И вот с этими людьми, конечно, приходится и говорить, и общаться. И, конечно, всегда человека поддерживают, и поддерживают его вера. Если у человека слаба вера, приходится вот его как-то наставлять, разогревать эту веру, приводить его в храм. Потому что у Бога-то нет мертвых, у Бога все живы. Но мы иногда так скормим по своим близким родственникам, что без Бога вот эту печаль, вот эту утрату нельзя никак понести. Поэтому вот те прихожане, которые приходят к нам в храм, и мы их знаем, как говорится, и всех в лицо, и по памяти их ушедших близких родственников, потому что они в них память особенно приходят, и по общению постоянно. Так вот, дай Бог, чтобы, конечно, мы никогда не забывали свои корни. Вот если мы забываем могилу своих близких родственников, то, значит, мы плохие, так сказать, воспитали корни в детях своих, и в себе в самом, если мы не уважаем. Конечно, еще не все приходят и стараются это понять. У нас уже 8 тысяч захоронений на нашем кладбище. А посмотришь, но раз народ приходит, не столько бы, сколько хотелось, потому что еще, значит, человек не дошел, не пришел к Богу. А наша вот первая задача – привести их, подсказать, организовать и достойно с ними побеседовать, чтобы человек понимал, объяснял потом своим детям и своим родственникам. Отец Серафим, все-таки, по Вашему мнению, какими главными качествами должен обладать священник? Ну, священник должен, конечно, как Вы мне скажете, главные качества. Но главное качество – это вера в Бога. Будем верить, будем просить у Бога, понимаете? Господь пошлет все, конечно. У священника должна быть горячая моритва. Во-первых, во-вторых, что у священника, это, по-моему, должна быть крепкая семья, крепкий тыл. Потому что один вот священник, я имею в виду, без поддержки семьи, без матушки, без детей, тоже ничего не может, если, конечно, не уйдет в монастырь. А так вот, например, мы, священники, которые имеют много детей, это, самое главное, и свои детей воспитать, и других привезти в лоно церкви. Потому что Господь за нас за это и спросит, за каждую овечку, которую даются нам пасти. И Он, наверное, в первую очередь, будет не спрашивать о том, сколько мы храмов построили, сколько куполов позолотили, а то, сколько мы ввели в Царствие Небесное. Это самое главное для каждого священника. Дай Господь, чтобы любовь, вера и терпение у каждого священника были, как говорится, не только на устах, но и в сердце, и в душе, и в его добрых делах. Спасибо большое за беседу с Евреем Вас. Благодарю Вас. Здоровья и помощи Божьей Вам. Спасибо, Господь. У нас на этом все. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok